Владимир Путин провел ежегодную прямую линию. В подобном формате глава государства ответил на вопросы россиян уже в 18-й раз. Наш корреспондент Луиза Ягезарян собрала основные тезисы беседы президента с жителями страны. Если обозначить главную тему прямой линии 2021, то это, безусловно, вакцинация. Самое большое количество вопросов связано с прививочной кампанией в стране. В частности, россиян интересует, какой именно препарат выбрал сам президент. Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много. Особенно я с врачами это даже не советовался. Я смотрел и по своим знакомым, кто чего там делает, и принял для себя решение привиться спутником ВИ. Еще одна популярная тема в блоке – вакцинация противопоказания. Ответы на многие вопросы Владимир Путин дал, изучая конкретные примеры. Моя супруга, преподаватель в одной из московских школ, имеет медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Но руководитель, директор школы, не принимает этот медицинский отвод и требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации. В противном случае ее обещают уволить. Это незаконно, сразу могу сказать. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Массовая вакцинация не затмила и ряд других социально важных тем. Отвечая на вопросы россиян, глава государства говорил о первостепенных задачах властей. Среди них снижение уровня инфляции и безработицы. Во время прямой линии затронули тему социальных пособий и обсудили меры поддержки семей с детьми. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Потому что в соответствии с законом дети могут идти не с 7 лет, а с 6. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребенок не пойдет с 6 лет. Естественно, в правительстве возник вопрос. Ну а как вот люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет? Всем, в том числе и в семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Новые меры поддержки вводятся и для малообеспеченных граждан. На днях Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у малоимущих должников, в том числе и за кредиты. После всех взысканий у человека должна остаться на счету минимальная зарплата. Луиза Игезарян, телеканал ЛРТ.